Так, секундочку. Привет всем, меня зовут Сейденкаев, я черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от Лео Вера. Хотел бы записать на свой YouTube канал такое небольшое видео для новичков, которые, может, только начали заниматься джиу-джитсу, либо думают начать заниматься джиу-джитсу. В первую очередь, хотел бы сказать, что, во-первых, любые виды единоборств, такие как борьба вольная или греко-римская, грэплинг, джиу-джитсу, грэплинг очередной тоже, муэй-тай, кикбоксинг или бокс, это нелегкие виды спорта. То есть, чтобы достичь какого-то уровня мастерства, нужно как бы постоянство. То есть, вы должны стабильно тренироваться, нужна своего рода дисциплина, чтобы добиться каких-то результатов. Не в плане соревнований, а вообще в плане результатов, ну, достичь какого-то уровня мастерства. Поэтому, в первую очередь, советовал бы вам не иметь каких-то там ожиданий, то есть, не ставить, не делать для себя задачу более сильно, чем она является. То есть, просто для начала поставьте себе задачу, что вы будете ходить на тренировку, там, я не знаю, 3 раза в неделю. То есть, минимум, я считаю, 2 или 3 раза в неделю надо ходить. Желательно минимум 3 раза в неделю, на мой взгляд. Мне кажется, 2 раза в неделю это так себе лучше, чем ничего. Но 1 раз в неделю это почти, почти, ну, никакого такого прям сильного улучшения не будет. 3 раза это минимум. Желательно каждый день, конечно. Либо в субботу, воскресенье отдыхать. Либо, я считаю, еще лучше 6 дней в неделю тренироваться. Но для начала надо начать с 3. 2. Когда вы тренируетесь, вы должны понимать, что чем более вы новичок, тем больше есть возможность получить травмы. Потому что новички очень часто делают разные такие необдуманные движения, суетятся и наносят травму себе и своим спарринг-партнерам. Потому что они не знают, что делать. У них есть единственный инстинкт. И идти на максималках. И как-то можно не так руку поставить, кисть подвернуть, кому-то там зуб дать случайно. Поэтому старайтесь бороться так, что вот прям легко. То есть, примите тот факт, что вы, скорее всего, будете проигрывать. Это нормально. То есть, проигрывать на тренировках не должно быть зазорно. Все-таки тренировка – это место, где вы обучаетесь. То есть, своего рода какая-то лаборатория. Вы должны экспериментировать, вы должны пробовать новые вещи. Вы должны пробовать именно то, что вам тренер показывает, и пытаться вот это все делать. Поэтому, в первую очередь, соблюдайте дисциплину. Поставьте план, сколько дней вы будете в неделю заниматься. Ходите на тренировки. Не пропускайте. Если вдруг какие-то непредвиденные обстоятельства стали, например, вы должны были в среду прийти на тренировку, у вас не получилось работы или там семейное что-то получилось. Не по вашей вине как-то получилось, что вы не можете пойти на тренировку. Тогда замените этот день, который вы должны были сделать, на четверг. Допустим, у вас был план в понедельник, среда, пятница, а в среду вы пропустили. То вам надо обязательно в четверг пойти на тренировку, а потом в пятницу, чтобы все равно три дня вы в неделю занимались. А потом на следующей неделе ничего в графике не поменялось. То есть, вы следуете своему принципу три раза в неделю. То же самое, если это четыре или пять или шесть. Поэтому постоянство очень важно. Нужно стабильно заниматься. То есть, постоянство будет залогом успеха. Чем стабильнее вы уходите на тренировку, тем больше у вас будет прогресс. Теперь, когда вы занимаетесь на тренировке и вы хотите чего-то большего от себя, то есть, вы слишком много себя нагружаете, слишком сильно себя вините в том-то или в чем-то, если у вас не получилось, то прогресса будет мало. Нужно ко всем поражениям на тренировках, ко всем неудачам относиться как к положительному опыту. Поэтому все мы, кто начинали тренироваться, учимся на каких-то ошибках, которые совершаем на тренировках. Без этого никак. Например, я тренируюсь, у меня большинство учеников новички. Если я буду со всеми просто тренироваться, как я могу, то я буду все время выигрывать. И мне это не на руку. Конечно, выигрывать это тоже хорошо. Но, например, мне нужно адаптироваться, мне нужно себе оставить какие-то такие позиции, где мои ученики могут, у них есть больше шансов, допустим, меня победить. Допустим, я отдал спину и прям захват за шею. То есть, и оттуда начинаю бороться. То есть, я этим самым делаю себе тренировку сложнее. И, скорее всего, у меня есть меньше шансов выиграть, чем если бы я просто начал бы бороться со стойки, и мы пошли и начали бороться. То есть, у меня есть шансов больше так выиграть. Но если я даю больше возможности более новичкам взять более доминирующие захваты и позиции, то уже тренировка становится более трудной для меня. Поэтому этим самым, видите, и чтобы мне расти, допустим, тому, который уже тренируется где-то 9 лет, я могу улучшаться. А новички, тем более, у вас в первую очередь должен быть наклон на то, чтобы пытаться научиться защищаться. То есть, вы не должны фокусироваться на какие-то там крутые приемы, на всякие там прыгающие треугольники, там всякие висячие или то-се. Вы должны фокусироваться больше на то, чтобы уметь хорошо вылазить из плохих позиций. Поэтому фокусируйтесь на базовые приемы, на базовые позиции. И со временем, месяц за месяц, год за год вы будете хорошо улучшаться. В целом, старайтесь делать так, чтобы на тренировке вы не уставали, например, по 10-бальной шкале, чтобы у вас усталость после тренировки была где-то в районе 7. То есть, если вы уходите домой, вы полностью убитые, это не очень хорошо. Можно иногда иметь такие дни, когда так делать. Вот, допустим, у вас будет 3 дня на отдых, да? Тогда можно так сделать. Но желательно каждую тренировку вести так, чтобы где-то на оценку 7. То есть, по 10-бальной шкале 7. Чтобы у вас был немного голод, прийти завтра или послезавтра на тренировку. Вот. Так что придерживайтесь таким правилам. Имейте, не уберите свое такое эго. Старайтесь смотреть на тренировку как место, где вы должны падать и учиться на ошибках. Задавайте вопросы. Если у вас случилось много разных позиций, где вы чувствуете, что вам, например, прошли в гард в определенной позиции, например, там раз 15. Уже у вас есть какой-то пробег в этой ситуации, и вы должны спрашивать более опытных ребят, что и как, что лучше делать в этой ситуации. Вам дадут совет, который улучшит эту позицию. Хороший пример, например, к тому, как люди учатся на ошибках, это, например, дети. Дети, когда маленькие, допустим, проходили мимо и дотронулись до горячей сковородки. Сразу этот ребенок понимает, что он обжегся, он получил боль, то есть своего рода падение, да, неудача. И этим самым этот ребенок понимает, ага, сковородка это опасно. Но потом что бывает? Он просто дотронувшись это увидел, потом у него бывает другой опыт. Может он как-то боком проходил и плечом задел эту сковородку. Теперь у него другой опыт. Он понимает, ага, не просто, что я могу подойти и дотронуться, я еще могу боком задеть случайно или еще-то так. То есть он уже начинает, у него уже два опыта есть. Что он, когда, например, идет мимо кухни, допустим, он будет на эти вещи смотреть так, мне нужно аккуратно быть здесь. Поэтому то же самое у джиу-джитсу, только более широкие моменты там. И вот так набрав своего рода такие падения и неудачи, вы этим самым научитесь, как владеть той или иной ситуацией, как контролировать и вообще, что делать в такой или иной ситуации. Поэтому желаю вам удачи, придерживайтесь этих принципов и со временем увидите, что у вас все получится. Очень многие люди сдаются и перестают тренироваться, когда начинают только заниматься. Они чувствуют, что слишком много информации и им бывает тяжело. И они думают, а, они не слишком хороши для этого и сдаются. Но если бы они продолжали бы тренироваться и продолжали бы пробовать, то они поняли, что все у них получится и все было хорошо. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно по возможности буду отвечать. Буду почаще сейчас стараться вести этот канал. Буду загружать и на английском, и на русском. Хорошо? Всем добра, удачи. Тренируйтесь с умом. Счастливо.